шалом уважаемые дамы и господа месяц сиван третий месяц по счету еврейском календаре месяц когда была дарована тора что же он нам сулит что пока более соответствует этому месяцу ну прежде всего это свойство сила этого месяца и лух и лух от слова ла лехет ходить ходьба продвижение прогресс не только духовное продвижение тора дает человеку разум как жить в этом мире колено соответствующие этого месяца звулун колено людей которые торговали жемчугом которые владели морским побережьем колено символизирующийся собой бизнес именно прогресс именно духовность продвигает нас в этой жизни не случайно левая нога намекает нам как нужно вести свои дела понятно что правая нога она бежит вперед к прогрессу к постижению чего-то но левая на фиксирует когда мы передвигаем скорости а израильтяне знает что такое и лух поменять и лух это поменять скорость 2 на 3 3 на 4 и так далее мы обязательно возвращаемся всегда к левой ноге то есть она фиксирует все когда ты бежишь вперед надо всегда знать где ты повернешь где-то остановишься и от настоящий нормальный прогресс не случайно израильской армии отсчет ног начинается с левой ноги смоль я минсмоль смоль я минсмоль то есть левая правая левая и с божьей помощью дарование торы сделала нас мудрыми людьми как говорит соломон под тенью мудрости как под тенью денег или серебра дай бог чтобы этот месяц продвинул нас вперед и дал нам возможность повысить свой финансовый уровень а для того чтобы повысить нужно поблагодарить всевышнего то есть левая сторона это благодарность для того чтобы поблагодарить нужно сильнее еще еще глубже изучать ту мудрость которую нам дал который называется тора шалом шалом